Ну что же, еще раз добрый вечер. Сегодня у нас вторая пресс-конференция проходит. На этот раз на нее прислаживаются представители наших гостей в футбольных клуб Саламяя Кадыбаса. Сергей Сергеевич Францов, главный тренер, Вестерин Флал Куритин, полузащитник футбольного. Сергей Сергеевич, для начала попрошу легкий, небольшой комментарий. Чего же дядя вы сейчас? Ну, для нас это прежде всего опыт. Опыт, выступление в Лиге Европы, опыт связан не только и для футболистов, и для руководства на будущее. Как комплектовать команду, как готовиться. А для футболистов это немаловажно, в общем-то, сыграть удачно с элитной командой российского дивизиона. Спасибо. А давайте дальше продолжим работу в решении вопрос-ответа. Одна просьба, поскольку вы не знакомы с гостями. Встаем, представляем, по возможности четко, громко задаем вопрос, а культика не очень хорошая. Пожалуйста, у кого есть? Пожалуйста. Вы знаете, мы сейчас попали не в простую ситуацию, но можете себе представить. У нас сейчас ограниченное число футболистов, которые могут, во всяком случае, помочь нам. Есть ребята из первой команды, ой, из молодежной команды. Но в распоряжении, по сути дела, сейчас я имею 12 футболистов. И нам до, с десятого этого месяца по восьмое следующее предстоит провести 11 игр. Мы практически играем 2 на 3, 3 на 4. Вот я принял команду где-то 15-го, по-моему. И моя задача только восстановление и теория. Все. Я практически занятий не провожу. Вот это сложности. Ну, а так, эстонский чемпионат достаточно комфортный. Больших выездов нет. Вот. Все, 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 инфраструктура, которая в селами, она позволяет, в общем-то, работать на результат. Вот. Пожалуйста. Пожалуйста. С чего не в Улиссал, пока у вас, у вас есть огни, что вы можете чуть-чуть разгромить, разгромить, обести, что значит эстонский чемпионат более комфортный? Ну, эстонский чемпионат, будем так говорить, что первая пятерка команд, первая пятерка команд, это где-то хороший уровень, я думаю, чтобы для сравнения, ну, где-то первой лиги России. Вот. По местам там, потому что сложно сравнивать, потому что в России все-таки связано это с перелетами, напряженный чемпионат, напряженный, он первой российской лиги. Здесь, а по исполнению, по умению, ну, я думаю, что это где-то соответствие, вот первая пятерка. И вообще, он, там немножко эстонский чемпионат, насколько я владею информацией, я не до конца могу ошибаться, что первая пятерка, это профессиональные команды, вторая пятерка, это уже полупрофессиональные команды, то есть, часть людей где-то работает, часть тренируется. Ну, в принципе, вот так примерно. Вы знаете, я всегда, тем и хорош футбол, что предсказать ничего невозможно, все покажет поле, при любом сопернике, при любом сопернике. Вот. Мы уважаем Краснодар, достаточно именитая команда, много футболистов и сборной есть, вот. Но, тем не менее, будем так говорить, все покажет поле. Единственное, будем так говорить, насколько хватит сил. То, что ребята будут противостоять и сделают все возможное, вот. Ну, покажет игра. Все мы знаем, что в футболе есть чудеса, да, но если супер трезво подходить, что есть правило, что может противостоять местам, какие преимущества можете обозначить? Наверное, коллектив. Коллектив. Вы знаете, чтобы закончить эту тему, да, я так скажу, делай, что должен, а на остальное воля Божьей. Все. Пожалуйста, вопрос. Санислав, вы знаете, что вы приехали в Краснодар, не спит ни на кого, что в рамке аутсайдера, с каким настроением завтра вы будете выходить на матч, и на сколько чего вообще настраиваться на такой прийти, на когда уже оказалось бы все проявлено? Ну, такие встречи, я думаю, настраивать ребят не надо. Все прекрасно понимают, какой соперник, сколько внимания к этой игре, что от каждого футболиста нужна будет стопроцентная выкладка завтра, как, в принципе, в той игре. Просто не повезло, я считаю. Вот. Соперник мастеровите. Я думаю, завтра главное выложиться на все стопроцентов, а там, как главный тренер сказал, уже игра покажет. Пожалуйста, есть еще вопрос. Нет, я уже представлялся, что у нас в парковом футболу был. Ну, а стопроцентно выгодка, это понятно. Как приказать, представляете игру, потому что можно поддержать тупо 8 человек вперед и получить еще 3-4 еще и получать. Нет, и установку мы получим на игру завтра, и как тренер скажет, так и будем действовать. В принципе, больше ничего не скажет. Как вы тогда себя берете, вы вообще представляете, как ваша команда там обладала, как пожелать там, от первого тренера? Я думаю, надо действовать посмелее, в завершающих атаках побольше бить. Я думаю, мы сможем выжить, что-то из этого. Пожалуйста. Полевик. Полевик, интересный, как следует вы говорите. Полевик, скажите, вот вы уже знаете про игре и Краснодар, хотя недавно не говорили, и своей команде, тоже уже учили. Скажите, в Краснодаре кто наиболее опасен, как вам разград, завтра шел у меня. И кого бы вы увидели в своей команде, и кого же будет остаться Краснодаром? Ну, вы знаете, я бы так сказал, команда Краснодар, здесь нужно сравнение, сравнение. Но то, что видел там, достаточно сбалансированное. С приходом новых людей, вот сейчас Ахмедов, Парагадзинский, очень хорошо выглядит, очень хорошо выглядит, Ари, как всегда. Вот, я думаю, что Краснодар будет бороться, если не будет никакого форс-мажора за достаточно высокие места. Вот, что касается нашей команды, вот, я еще раз повторяю, мои, я отмечаю, прежде всего, коллектив. Характер ребят, коллектив. Вы поймите, я вот иногда, ну, я знаю, что это такое, когда проводить 11 игр за 28 дней, понимаете? Иногда в конце просто со слезами на ребят смотришь. Все, вот. Поэтому, основное, это лишь бы завтра хватило силу ребят и морально-волевых качеств. Вот это самое главное, учитывая климатические условия. Ну что ж, давайте будем заканчивать. Если у кого есть, вот это тоже какие-то вопросы. Если нет, тогда поблагодарить. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания.